Посещение руководителем округа школы номер 3, где расположены избирательные участки, потребовало повторного выезда на территорию. Только теперь уже совсем по другому поводу. Андрей Булгаков остался, мягко говоря, не удовлетворен тем, как выглядят дворы микрорайона. В частности, по улицам Сиреневая, Космодемьянская, Полевая. Ямы на асфальте, неухоженные детские площадки, непокрашенные бордюры и ограждения, непокошенная трава и прочие недостатки вызывают регулярные жалобы жителей. Много претензий как к управляющим компаниям, так и к муниципальным службам, ответственным за содержание территории. Даже текущий ремонт не выполняется. Временно исполняющий полномочия главы округа выехал в сопровождении руководителей блока ЖКХ и благоустройства, депутатов, некоторые из которых сами являются руководителями УК. Сиреневая, 14. Асфальтовое покрытие давно сошло на нет. Детская игровая площадка выглядит так, что лучше бы ее и не было вовсе. Андрей Булгаков поручил рассмотреть включение в бюджет устройства ливневой канализации в этом дворе. Несколько лет в городском округе Щелково работают ряд госпрограмм в сфере ЖКХ и благоустройства. Многие дворы преобразились, однако еще далеко не все. Исполняющий полномочия главы поручил включить в программу комплексного благоустройства дворовых территорий общий двор на четыре дома на улице Сиреневой. Я хочу на следующий год сделать комплексное, вот как на эти дворы здесь, все. И покажу проект, какие будут элементы и как мы это все сделаем. Да, правильно. Увы, среди управляющих компаний, которые обязаны обеспечивать комфорт проживания в многоквартирных домах, хватает недобросовестных. За последний год в городском округе Щелково появилось немало новых УК, и территория буквально дробится между ними. А результат хозяина нет, и это основная проблема. К примеру, контейнерная площадка на улице Полевой относится сразу к нескольким компаниям. И вот в каком она состоянии. Вот это что идет? Это наша. А вот это альтернатива. Вот это же мы в сервис, там есть компон. Не-не, вот это тоже ваку. Да-да. Это наша. Или вот еще пример раздробления зон ответственности между управляющими компаниями, рассказали жители. Вы не здесь, а вон там покосите, пожалуйста. Нет, она, нет, вот свою половину они косили. А альтернатива, наша половина, тут разделена, не желает косить. Много жалоб услышал Андрей Булгаков от жителей в ходе выезда в Заречный. Не только по содержанию территории, но и по состоянию самих домов. В частности, от совета дома полевая 10. Жители пытаются переизбирать управляющие компании, но часто это не меняет ситуацию. В целом понятно, что сфера ЖКХ в Щелкове одна из самых проблемных. Исполняющий полномочия главы взял ситуацию на личный контроль. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.